В Барановичах предотвращена очередная попытка мошенничества. В милицию обратилась 76-летняя жертва телефонных аферистов. Пенсионерка поверила в историю о ДТП, виновницей которой якобы оказалась ее внучка. За непривлечение родственницы к уголовной ответственности женщина передала прибывшему курьеру около 37 тысяч рублей. При поступлении подобных звонков следует незамедлительно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию. Лица, выполняющие роли курьеров, наравне с другими участниками преступной схемы, отвечают по закону и несут обязанность по возмещению материального ущерба. Оперативники Барановичского ГУВД установили личность и по горячим следам задержали 25-летнего местного жителя. Фигурант признался, что нашел предложение о криминальном заработке в интернете и выполнял свое первое задание. Когда вы поняли, что дело имеется с мошенником и являетесь одним из звеньев преступной цепи? Когда садился в такси, у меня уже начало что-то непонятно дергаться. Но когда приехал в Нинск, подозрение уже как-то больше. То есть, когда сел в такси, находясь в городе Баранович? Почему не вернулись и не отдали денежные средства бабушке? Ну, как-то, знаете, боялся. Ну, почему не вернули? Ну, не знаю, но он написал, он деньги хорошие подложил, 200 долларов. Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество. Деньги пенсионерки изъяты, будут возвращены потерпевшей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников преступной схемы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.